Здравствуйте уважаемые посетители канала Иванова Наука! В сегодняшнем нашем выпуске я продолжу рассказ о том, что может, на что способна, на что не способна триходерма, насколько она разная и как важно понимать, что просто триходерма не является ну таким абсолютно очевидным и абсолютно единственным помощником, да, как сорта растений, как все-все-все остальное, как все люди разные. Триходерма тоже разная, с разными способностями. И вот на что способна наша триходерма, я вам сейчас расскажу. В предыдущем выпуске на эту же тему на канале Иванова Наука я рассказывал о том, какие бывают вообще изоляты триходермы, что многие из них не обладают какой-то серьезной активностью, какие-то напротив очень являются гиперпаразитами грибов, какие-то выделяют особые специфические вещества и назвали ее оранжевая триходерма с очень-очень большой силой. В этом выпуске я познакомлюсь с вас с разнообразием триходермы, которая составляет основу таких препаратов, такого препарата, как плодородная почва, в том числе, да, какие-то из тех изолятов, которые я вам покажу. И расскажу, чем вообще это все отличается от других, ну казалось бы, аналогичных, но все-таки не аналогичных препаратов. И также на канале Процветок, если кто-то смотрел, я говорил тоже о том, что триходерма бывает очень разная и показывал различия триходермы в способности противодействия такому опасному заболеванию томатов, как кладоспориоз, когда образуются желтые такие пятна, очень неприятные на томатах, с обратной стороны темно-оливковые такие зоны спороношения. А в этом выпуске мы поговорим с вами о трех болезнях растений. Это ризоктениоз или черная паша картофеля, наверняка многие с ней сталкивались, манилиоз или ожог плодовых растений и плодовая гниль. И еще одно заболевание, которое называется белая гниль или склеротиниоз. Он зачастую поражает овощи при хранении, а также огурцы нередко поражают. Такие белые, как ватные, такие немножко на стеблях получаются образования, когда стебли начинают гнить, особенно в зоне корневой шейки. И все растения увядают и погибают. Очень опасные заболевания. Давайте посмотрим. Коллекция триходермы. Триходермы, собранные в Республиканском центре экологии и краеведения, весьма и весьма обширна. Сохраняется она у нас различным образом. Она сохраняется вот в таких баночках. И между прочим, я уверен, что кто-то из зрителей в них узнает как раз свои баночки и может вполне этим гордиться. Да, там зрители нам немножко помогают такими хотя бы даже простыми вещами. Она, конечно, очень богатая эта коллекция, очень разнообразная. Собирали мы ее с трудовиков, с деревяшек, из почвы. Там откуда только ее не собирали. И вот давайте посмотрим, как же она себя проявила в отношении вот этих трех опасных заболеваний. Методически этот эксперимент был проведен следующим образом. На чашку Петри засевались три фитопатогена одновременно. Это как раз резоктаниоз, это как раз манелиоз и это как раз склеротиния. И в центр сажалась триходерма. И вот потому, насколько сильно разрослись фитопатогены и по наличию здесь вот этих вот паразитических признаков роста триходермы на самих этих грибах паразитических, которые на растениях паразитируют, мы судили, соответственно, об активности. Конечно, активность разных изолятов триходермы весьма и весьма различна. Это была одна и та же среда, все в один день высаживалось. Ну и вот посмотрите, что у нас в итоге получилось. Самым уязвимым фитопатогеном во всех вариантах оказалась склеротиния. Склеротиния склероциум, которая вызывает белую гниль, такую часто встречающуюся там, где я уже сказал. Вот видите, здесь есть явное-явное нарастание триходермы. Ну а вот здесь, на этот грибочек, это у нас получается резоктония и вот сюда, на манилю, он практически не нарастает. При этом, при встрече с триходермой, грибочки начинают выделять какие-то пигменты, химические вещества и начинают бороться друг с другом. Другой изолят триходермы, видите, даже в центре не окрасился, немножечко подушечки образовывает, окрашивается. Но он полностью, вот полностью здесь нарос и полностью сожрал всю белую гниль, абсолютно. Вот здесь, на, здесь он начал выделять желтый пигмент для того, чтобы подавить рост патогена, фитопатогена. Вот, ну и манилей тоже здесь досталось, здесь пошел рост и маниля здесь уже прижалась. Вот этот вот изолятик, смотрите, как он уже нарос, он уже вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь уже пошел с краю нарастать. Но все-таки они, конечно, все очень сильно отличаются по своей активности. Какие-то изоляты очень сильно душат какой-то один из грибов. Другие изоляты, два из трех, там разные комбинации бывают у них активности. Какие-то просто имеют преимущество скорости роста, да, то есть просто заселяют пространство и не дают разрастаться грибам. Другие же переходят непосредственно к прямому паразитированию. И вот посмотрите, как интересно, вот этот вот изолят, оранжевые триходермы, он полностью нарос, зарос здесь все три наших патогена. Практически не дал им развиться, немножко дал развиться манилезу и практически здесь все полностью остановилось. Ну а вот этот вот изолят, который тоже выделяет оранжевый пигмент при встрече с фитопатогенами, видите, он не просто зарос, он все оброс, нарос наверх. Вот посмотрите, как он нарос на все грибы, не дал им никакого шанса развиться, полностью подавил их развитие и он их уже съел. И вот именно такая оценка очень полезна для того, чтобы отбирать самые-самые-самые активные штаммы, для того, чтобы создавать на их основе хорошие современные полифункциональные биопрепараты. Ну, как видите, разные изоляты, да, характеризуются очень по-разному и зачастую вот одного изолята, который бы все функции выполнил, недостаточно. Один хорошо ест целлюлозу, разлагает, другой хорошо борется с кладоспорезом, третий прекрасно подавляет фитофтороз, четвертый, ну вот благо мы нашли какой-то, который подавляет все три эти болезни одновременно. Пятый обладает фитостимулирующей функцией сильно и так далее. И вот еще одна задача исследователя, это, конечно же, собрать все это воедино, посмотреть, как эти изоляты будут взаимодействовать друг с другом и как, соответственно, они будут себя вести при совместном культивировании. И только тогда, когда будет выявлено, что они дружественны друг к другу, а ведь еще надо посмотреть, подавляют ли они другие полезные грибы. Может, они в той же самой степени будут подавлять развитие той же баверии, например, или того же метаризиума, который мы любим вносить одновременно для подавления каких-то вредителей в почве. И вот подбирая еще и дружественные изоляты, а еще есть большая-большая тема, чтобы эти изоляты не подавлялись активными штаммами сеной палочки. В общем, здесь целая огромная наука, которая ведется, между прочим, не без помощи, не просто помощи, не без непосредственного участия ребят, занимающихся в объединениях по интересам нашего центра. И эти дети уже с самого начала начинают понимать, как устроена природа, как взаимодействуют друг с другом микроорганизмы, как можно с помощью этого взаимодействия без пестицидов, природно, экологически безопасно, безопасно для здоровья, бороться с болезнями растений и у себя в огороде, и потом впоследствии уже в крупнотоварных хозяйствах. Что ж, такой небольшой экскурс в историю и возможности и способности триходермы, насколько она разная и насколько она может помогать нам в борьбе с фитопатогенами и насколько важно очень грамотно подбирать те самые изоляты, комбинировать их между собой, которые составляют основу самых современных препаратов по защите растений. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, вдохновитесь, тем более, что триходерма прекрасно растет в домашних условиях, не представляет опасности для здоровья и вполне вот эти препараты могут быть использованы для наращивания домашней триходермы, но только в том случае, если она там есть. На этом я прощаюсь с вами, до встречи!